Эта программа, говорит губерния, в ближайшие 15 минут будет много морской и вообще географической романтики. Да и исторической, я бы даже сказал. Ну да, вот Геннадий Невельской, благодаря мюзиклу и благодаря манго, который выпустили, стал таким вот практически персонажем комиксов. Слушай, ну с одной стороны, может быть, это помогает популяризировать всю эту тему, а с другой стороны, аэропорт в честь Невельского назвали, да, тоже Хабаровский. Ну это очень круто, мне кажется. В общем, если вас оскорбляет такое легкомысленное отношение к нашему всему, потому что если бы не было Невельского, не было бы нас сейчас здесь, так вот, могу вас успокоить. Благодаря стараниям нашего краевого отделения русского географического общества в Владивостоке будут изданы мемуары, настоящие мемуары Геннадия Невельского без всякой манги. Слушай, ну это действительно очень классно, надо просто брать и читать. И самое главное, чтобы это было все доступно в Хабаровске. Вот об этом и поговорим с теми, благодаря кому это издание и состоялось. Ну, Алексей Николаевич Махинов, доктор географических наук, председатель Хабаровского краевого отделения Русского географического общества. И Константин Пронякин, писатель, журналист, член Хабаровского краевого отделения РГО. Здравствуйте. Я ничего не ошибаюсь, мемуары Невельского будут изданы? Я бы сказал, это мемуары не Невельского, а мемуары дочери Невельского, Ольги Геннадьевны, которая жила в Париже. Там их опубликовала на французском языке в 1894 году. И вот до сих пор они оставались только один раз изданы на французском языке. Это очень странно, что не издавалось, не перепечатывалось в России. Но, понятное дело, что очень много было издано как раз-таки на французском в Париже и до революции, потом после революции. Но то, что вот в расцвете литературы, например, в 80-е годы, это так и не добралось до читателя, да, получается? Переводились небольшие фрагменты, которые касались, например, поездки Екатерины Ивановны. Это жены Невельского и его, с якутского Ходска, какие-то такие бытовые сценки. А все-таки у дочери эти мемуары несколько политизированы. И там она рассматривает роль Невельского выше, чем Муравьева-Амурского. Считает, что он был недооценен. И даже считает, что вот граф Муравьев-Амурский получил титул такой Амурского, а Невельской мог бы получить тоже титул графа Невельской-Охотский. Алексей Николаевич, вот вы, когда читали мемуары, вы же тоже географ, как и Невельской. Вы чувствовали в нем родственную душу? В некотором смысле дочь, можно понять, она как бы отстаивала научное наследие своего отца. Так что все правильно было. Мне приходилось много читать литературы и художественной, и научной, а Невельскому. И надо сказать, что среди специалистов этот человек не забыт. И то, что вышли мемуары его дочери, это большой вклад в дело увековечивания его заслуг перед нашей страной, перед теми дальневосточниками, которые здесь живут и работают на этой земле. И я понимаю, что для того, чтобы сделать вот эти вот открытия, которые он совершил, пришлось очень и очень много потрудиться. Я был во многих местах, где работал Невельской, где он впервые изучал эту территорию. И представляю себе все сложности, которые выпали его на долю, неизведанных совершенно краев. И я думаю, что это действительно подвиг, о котором должны знать не только все дальневосточники, но и все жители нашей страны. К сожалению, мемуары были изнаны на французском языке в конце 19 века. И жаль, что они оказались на такое длительное время недоступны широкому кругу читателей нашей страны. А вот вы сказали, что достаточно большое количество литературы, и специальной литературы, и художественной литературы. По-моему, тот же Задорнов писал «Ветер в плодороде», по-моему, там тоже упоминался Невельской, причем в достаточно широком плане. То есть литературы много. А что нового дают вот эти мемуары? Что там? Он более душевный человек раскрывается, потому что воспоминания дочки. Или о чем там говорится? Ну, конечно, мемуары – это взгляд человека, который хорошо знал Невельского, которому Невельской, вероятно, не один раз рассказывал о своих достижениях, о своих проблемах, о той работе, которую он совершил. И поэтому для меня, я прочитал перевод, который был подготовлен, это очень много деталей, которых мы ни в художественной литературе, ни в специальной научной литературе не почерпнем. А что это детали? Ну, детали путешествия его, вот, скажем, из Якутска на Вахоцк, вдоль побережья, и бытовые какие-то сценки, тот труд, который он вложил в то, чтобы не только открыть эти новые территории, закрепить их за Россией, он их изучал, посылал специальные отряды на эту огромнейшую территорию, такого маленького количества людей, которые составляли его экспедицию. И это тоже, это большой подвиг. И вообще-то я хотел бы отдельно сказать о его стремлении, вот, выйти на эту территорию, вот, заняться Амуром. Это непросто было сделать, учитывая то, что многие современные ему люди и те, которые предшествовали, великие мореплаватели, такие как Лаперус, Броутон, Крузенстерн, тоже пытались найти устье Амура. Но им это не удалось. И Небельской здесь поступил совершенно другим способом. Он не поехал в эту экспедицию для того, чтобы найти где-то там устье Амура. Он знал, что Амур должен быть доступен для морских человек. Обязательно про его экспедицию поговорим. Но у меня, пока я не забыл, вопрос к главному инициатору издания, Константину. Благодаря вашим стараниям, я знаю, договорились с приморским изданием «Рубеж», да? Да. Лучшее дальневосточное издание, признаю как хавровчане, которое издает как раз историческую литературу. А почему решили издать именно мемуары дочки Небельского? Ведь действительно про него очень много написано. Можно было бы чьи-то научные труды издать в очередной раз? Нет, ну что касается Небельского, о нем действительно практически уже все известно. И вот получается, это был такой кусочек, небольшой остров, да, неофициального Небельского, где пишет о нем дочь, который был неизвестен, ну, кроме там французской публики. Поэтому вот он нам показался интересным, чтобы его полностью перевести от начала до конца. А с французского кто переводил? Ну, у нас была целая группа, мы несколько лет этим занимались. Там такой старофранцузский язык. Старофранцузский. Вы знаете, лично я подумал, что это даже интереснее. Давайте фотографии семьи Небельского покажем. Ведь его семья – это отдельная история, да. Ну, во-первых, знаменитый любовный роман. Он с молодой женой же сюда, да, отправился. И потом у него было три дочки и сын. И как раз, по-моему, вторая дочка Ольга и была издателем его мемуара. Ну, да, получается, первая дочка умерла здесь, на Петровской косе, прожив там около года. И вот, получается, Ольга, как самая старшая, она тоже родилась на Петровской косе. Потом они переехали в Петербург, в Париж. Вот она стала журналисткой, то есть нашей коллегой. Ну, и, кстати, я подумал, вы сказали, что она доказывала, что его вклад больше, чем Муравьева-Амурского. А кто его знает? Может, это и правда. С точки зрения научных исследований, он, конечно, круче был. Ну, у них были разные задачи. Неверской был первооткрыватель. Он все это видел своими глазами. Он все это прошел, все это описал, все это создал. А Муравьев-Амурский помог ему все это привести в такой вид, чтобы государство это поддержало. Это тоже ведь непростая задача, чтобы царь согласился с тем, что сделал Неверской. И это был тоже подвиг. И, может быть, даже царь поступил здесь очень хорошо с тем, что решил эту мечейную землю присоединить к России. Алексей Николаевич, вы знаете, ты знакомишься с историей Муравьева-Амурского, Неверского, других первопроходцев в том числе. Начинаешь понимать, что это все даже, пусть даже государевые люди, но по большому счету это ведь энтузиасты, которые ехали за тысячи верст. Будем говорить прямо. Авантюристы. Авантюристы, энтузиасты, которые ехали за тысячи верст. Как вы думаете, что заставляло людей ехать из теплого Петербурга, из теплой Москвы? Тем более оба были очень высокопоставлены. И Неверской, он же был воспитателем царевича. Там ведь действительно невероятные просто желания. Мне кажется, Неверской не был авантюристом, потому что он все рассчитал. Он рассчитал, что когда прибудет на Дальний Восток, и даже оставил время для исследований, выполняя задачи, которые перед ним стояли как мореплавателям. Поэтому он сознательно ехал сюда для того, чтобы решать вот эти проблемы, которые его волновали. А почему он это сделал? Ну потому что есть у людей мечта. И люди, которые хотят что-то сделать, и они понимают, что они могут это сделать, это вот дорогого стоит. Он этим и занялся. Поэтому у нас в стране таких людей много было и тогда, и сейчас. И поэтому это хорошо, это черта наших русских людей. Что касается издания, когда его можно будет увидеть здесь, в Хабаровске? И где его можно либо приобрести, либо вообще просто познакомиться, почитать? Ну, по крайней мере, я не знаю, сколько занимает время на издание. Только вчера Александр Колесов мне сообщил, что он нашел деньги и берется за это за издание. Нашел тоже художника. Они еще хотят сделать какую-то фототетрадь из семьи. Фотографии не рисковало, то есть будут запрашивать. У меня просьба. Давайте посмотрим пока на парижское издание, на основе которого. Да, давайте. Будет похоже, но по-русски, да? Поэтому, я думаю, в этом году 210 лет Невельскому в декабре, я думаю, к декабрю точно будет. Ну, кстати, следующая фотография, вы видите, это как раз вот дочка, которая издала его мемуары. Да, это у Геннадьева Невельская, которая вот написала мемуары о своем отце. Вот вопрос вам, как к писателю и журналисту. Я понимаю, что в переводе со старофранцузского трудно судить, но все-таки ее писательская манера вам близка? Вы сказали, там вот очень много личных ноток? У ней много таких, скажем, женских ноток, лиричных таких. Естественно, мне она не близка, я пишу по-другому. Это слишком напоминает мыльную оперу? Может быть. Мне кажется, там чувствуется, что непрофессионал писал свои воспоминания. Как историк, она не профессионал. Да, ну, как человек, который хорошо, правда, знает всю ситуацию, хорошо знает, относительно хорошо знает, чем занимался отец, какие результаты он достиг. Ну, и, конечно, там есть личные представления о том, что он сделал. Давайте, я понимаю, что все знают Невельского, но вот чтобы буквально, на всякий случай напомним, давайте покажем транспорт Байкал, то есть морскому офицеру Невельскому, который вообще имел прекрасное видо на продолжение службы в столице, поскольку воспитывал юного цесаревича, ему поручили всего-навсего доставить груз на Камчатку, да? А он вместо этого решил исследовать, давайте следующую карту при Амуре покажем, и доказать, что неправы мировые географы, которые утверждают, что Сахалин – это полуостров, да? Ну, не вместо того, чтобы доставить груз. Груз он доставил, просто он выиграл время для того, чтобы у него хватило до зимы провести исследование низу Амура и Сахалина. Ну, это в любом случае, ну, вот ему это не поручали. Так он за это чуть не лишился своих званий, поскольку нарушил инструкции и самовольно занялся этими следами. Просто человек был, вот я, наверное, повторюсь, но человек был просто уверен в том, что эта проблема будет решена. Ну, и с другой стороны, это не просто доставить груз на Камчатку в то время, чтобы туда дойти, нужно было потратить огромное количество сил. Ну, представь, тебе надо под парусом доставить груз на Камчатку, и ты умудряешься по дороге, выкроив время, еще сделать замечательное географическое открытие. Вот с точки зрения ученого, это действительно великое географическое открытие было? Ну, это открытие, конечно, можно причислить к числу великих. Это последние такие великие открытия, потому что фактически к этому времени уже весь земной шар, основные территории, острова уже знали. Но это в чем? Там же ведь когда-то был и Паярков, он проплыл из устья Амура на север. То есть то, что Сахалин остров местные жители знали, но об этом не знала только просвещенная Европа. И с этой точки зрения открытие пролива между Сахалином и материком, конечно, это географическое открытие, и оно может быть причислено к числу великих. Там ведь не только открытие Сахалина. Главное еще, что он был найден, вот, вход в устье Амура. Ведь Крызенштейн близко к этому подошел. Он фактически подошел к устью Амура, и он сделал большую ошибку, полагаясь только на умозаключение. Он знал, что ни Броут, ни Лапейрус не обнаружили течение Амура на юг, и поэтому он сделал вывод, что весь Амур течет на север. И он не нашел этот форматор, и поэтому признал, что остров Сахалин является, остров для нас, является полуостровом. Это была такая ошибка Крузенштерна. И поэтому Небельской ее исправил и внес свою лепту в изучение географической, решение географических проблем на Дальнем Востоке. Ну и в завершение, не совсем по теме вопрос, но я вспомню, с чего начал. Давайте покажем манго про Небельского, которая недавно была издана. А вот вас, как серьезного ученого, это не резануло? С одной стороны, вот, да, популяризация. С другой стороны, вот, разве можно к серьезному ученому относиться вот так по-детски? Либо хорошо. Я не видел эту информацию, не слежу за ней. Но мне кажется, что вот чрезмерно упрощенная ситуация, она во многом вредит. Все-таки лучше, когда люди знают о великих открытиях, о великих людях с точки зрения их, ну, таких, может быть, где-то бытовых, но реальных условиях их жизни, их деятельности, их результатов. А вот все это в виде комиксов, каких-то там фривольных картинок, мне кажется, что это слишком перебор. Ну, мы вот, когда прочитаем мемуары дочки Небельского, которая тоже немножко, наверное, романтизировала, тогда и сравним с манго, хорошо? Ждем вас снова в студии. В гостях у нас были инициаторы, напомню, издания, мемуаров дочери Небельского, которые сейчас печатаются в Владивостоке. Алексей Николаевич Махинов, доктор географических наук, председатель Хабаровского краевого отделения Русского географического общества и Константин Пронякин, инициатор главного издания, член этого Хабаровского краевого отделения РГО, писатель-журналист.